В этот день праздник начался еще задолго до начала торжественного мероприятия. В фойе Дворца культуры гостей развлекал камерный инструментальный ансамбль «Орфей». Латиноамериканские ритмы вкупе с джазовыми импровизациями коллектива сразу подняли настроение всем пришедшим, многие из которых сразу стали танцевать. После такой яркой музыкальной палитры зрители проследовали в зал, где стартовала официальная часть мероприятия. В начале всех собравшихся от лица главы Щербинской администрации Александра Кононова приветствовал его заместитель Андрей Лукьянов. В этот особенный день признаны привлечь внимание общества, власти, представителей бизнеса, к тем на чью долю выпали испытания, требующие огромного упорства, а порой стойкости и мужества. То воля судьбы оказался трудным в социальном положении. Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, был полноправным членом общества. Одним из приоритетных направлений социальной политики, реализуемой в городе Москве, является помощь в решении насущных проблем инвалидов, участия в их общественно-политической, культурной и спортивной жизни города. Пусть наша каждодневная забота помогает мужественным людям, хотя бы на время забыть о трудностях, пусть их сердца наполняются теплотой и уверенностью в завтрашнем дне. Далее состоялась церемония награждения, в рамках которой были отмечены самые активные члены общества инвалидов нашего города. Рейса Романова, Надежда Кузнецова, Татьяна Щукина, Валентина Беляева – это далеко не полный список тех, кто получил в этот вечер памятные сувениры за свою деятельность по интеграции людей с ограниченными возможностями в массовую жизнь. После официальной части стартовала концертная программа, где творческие коллективы ДК представили свои лучшие работы. Среди всех номеров особенно выделялась песня о несуществующем народе в исполнении Виа Карамельки. Драматизм был в каждой ноте. «Откройте глаза, откройте уши, откройте сердца и ваши души, сделайте шаг в доброте навстречу, ведь любовь – это лучший день из того, что лечит». В рамках данного концерта произошло еще одно знаменательное событие. Духовой оркестр поколения представил публике свою солистку, с которой коллектив теперь и будет выступать. Несмотря на явное волнение, Виктория Полянская справилась со своей задачей на «отлично». «Осенние листья шумят и шумят в саду, Знакомой кровою я рядом с тобой иду, И счастлив ли что, в ком сердце поют, С кем рядом любимый идет?» Программа изобиловалась жанровым многообразием. Здесь были блюзовые импровизации на балалайке, бальные танцы и многое другое. Всеобщий восторг, как всегда, вызвало выступление народного хора русской песни, который триумфально завершил праздничную программу. Продолжение следует...